Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала! Сегодня речь пойдет про качество кожи. Вы узнаете, как убрать морщины, а это возможно, как убрать акна, прыщи, как убрать растяжки после беременности. То есть речь пойдет не только о коже лица, но и о вообще коже всего организма. Как разгладить кожу, изменив питание, и не только. Как максимально сохранить молодую кожу на долгие годы. Как убрать складки, атрофии, рубцы на животе и бедрах. Я расскажу вам о семи причинах основных проблем, приводящих к старению кожи. Но акценты сегодня, вот помимо морщин, пойдут вот о чем. Только давайте договоримся, досмотрите это видео полностью, целиком, потому что и в середине этого видео, и в самом конце будет важнейшая информация. С первых минут вы не поймете все в целостности, в совокупности, и потому досмотрите это видео до конца обязательно. Вся информация в данном видео важна, и она дополняет друг друга. Все знают, что при похудении, когда вы снижаете массу тела, ну, вернее, жировой ткани, кожа становится более тонкой, морщинистой, возникают складки, кожа теряет свою лоск и эластичность. Но можно ли этого избежать? Можно ли оттянуть, отсрочить старение, увядание кожи? Ответ – можно. Однозначно можно. Но только если вы услышите, запишите, поймете и будете действовать по схеме, которую я вам скажу. Все нюансы в данном видео важны и работают в совокупности, как катализаторы друг друга. Так вот, еще одна проблема, особенно у женщин, – это кожный фартук. Это такие складки на животе и бедрах. И тогда женщины часто прибегают к пластике. Хотя эти проблемы решаются без скальпелей и инъекций теми мерами, с которыми я вас сейчас познакомлю. Главная проблема тех изменений, деформаций кожи, старения раннего – это отсутствие в рационе питания достаточного, необходимого количества некоторых витаминов, жирных кислот, микроэлементов, а также иные, но вполне объективные причины, которые однозначно влияют на преждевременное старение кожи, о которых я вам сейчас и расскажу. Итак, поехали. Семь причин проблем с кожей. Первое. Это недополучение из питания жиров и жирных кислот, так необходимых в том числе кожи. Если вы измените свой рацион питания, измените свою биохимию в плане получения энергии клетками вашего организма, большинство калорий будете получать из жиров, то тогда уже вы улучшите качество кожи. Совсем недавно я выпускал видео на тему жиров, животных жиров и растительных. И там я пояснил, что для легких, вообще для всех клеток нашего организма необходимы жиры не животные, а насыщенные жиры. Просто все животные жиры являются насыщенными, но среди насыщенных жиров на первом месте по количеству этих жиров, жирных кислот, стоит кокосовое масло. Качественное органическое кокосовое масло. Масло какао, например, равняется по соотношению жирных кислот со сливочным маслом. Безусловно, животные жиры, такие как сливочное масло, жирные сливки, жирная сметана, есть можно. Если мы об этом говорим с точки зрения биохимии, с точки зрения этической, это уже другой вопрос, но мы не будем сейчас касаться этой темы. Говоря о молочных продуктах, я подчеркиваю, речь идет только о жирах концентрированных, то есть вот об этих продуктах, которые я перечислил. Из растительных масел самое полезное, конечно же, это льняное холодного отжима, безусловно. Это кунжутное масло, это масло кедровое, ну и, конечно же, органовое, как рекордсмен, витамина Е в гамма-модификации, там 800 раз больше в нем, чем в оливковом масле витамина Е. Про кокосовое особняком я уже сказал, это отдельная тема, очень полезное масло. Такой продукт, как авокадо, особенно полезен, потому что в нем еще много витаминов А и Е, необходимых для кожи. Говоря о животных жирах, имея в виду сливочное масло, сливки, сметану, необходимо, чтобы эти продукты были сделаны из молока, ну, скажем, коров или кос, которые находятся на травяном откорме, а не зерновом. Иначе в молоке будет большое количество лектинов, а лектин – это воспалительный фактор. Говоря о желтках яиц, а в желтках очень много жирных кислот, это очень полезный продукт, именно желтки. Так вот, куры должны быть тоже свободного выпаса, а не с птицефабрик, которые кормились там комбикормами, в составе которых, безусловно, есть генномодифицированная соя и кукуруза, а также гормоны, антибиотики и другая прелесть. Свободного выпаса – это совсем другое дело. Впрочем, об этом у меня есть видео на моем канале, которое так и называется «Яйца». Будет интересно – посмотрите, ссылка будет в описании. И поэтому, перейдя на правильное кето-питание, без дефицита питательных веществ, то есть витаминов, жирных кислот, минералов, биофлавоноидов и так далее, действительно кожа будет лучше, потому что вы уберете тогда из своего рациона быстрые углеводы полностью и уберете воспалительные процессы. Отчего бывают любые воспалительные процессы, начиная от кишечника до микрокапилляров крови. Первое – это как раз сахара, быстрые углеводы. Второе – это молочный белок козин, который вызывает воспаление. Третье – это группа белков лектинов, которые вызывают также воспаление. Во многих своих прошлых видео я об этом подробно говорил, но сегодня еще сделаю вам акцент, где что посмотреть, чтобы полностью уяснить эти вопросы. Собственно, те видео, которые сегодня я вам порекомендую, не поленитесь посмотреть и даже законспектировать тогда у вас, как вот пазлы в единую картину мироздания, миропонимания, понимания своего организма, своей биохимии, как все происходит. А я объясняю все простым доступным языком, так вот у вас в единую картину все сложится. Так вот, на правильном, разумном кето-питании кожа станет эластичной, бархатистой, подтянутой, гладкой. Она очистится внешней, внутренней. Улучшится микроциркуляция крови и лимфы в эпидермисе. Улучшится регенерация кожи, пройдут отеки и воспаления. Кожа, что называется, будет светиться здоровьем. Итак, чтобы понять то, о чем я сказал в полной мере, посмотрите обязательно мои видео следующие. Кето-питание, веганская кето-диета, интервальное голодание и калории. Вторая причина – недостаточная физическая активность. Очень важны гимнастики, растяжки, массажи. Очень полезна работа на провиле. А правильный массаж кожи улучшает микроциркуляцию, безусловно, и кровеносной системы микрокапилляров, и лимфатической системы. Напомню и скажу, кто не знал, лимфатическая система – это как бы канализация нашего организма. Она выносит из межклеточного пространства, из клеток, мусор, который утилизируется через наши разные выделительные системы. В том числе, одной из выделительных систем является что? Кожа. Недаром говорят, кожа – это наши вторые почки. Совершенно верно. Поэтому, если есть прыщи, воспаление иного рода на коже, пятна пигментные и прочие – это проблемы. Кстати, о пигментных пятнах и прочих проблемах у меня есть несколько видео. Посмотрите их обязательно. Третья причина, хотя вот это как раз причина самая главная, и её по-хорошему надо было поставить на первое место. Это присутствие в рационе питания сахара. Если вы берёте сахар и любые быстрые углеводы, всё, что сладкое, из своего рациона питания, то кожа очистится быстро. И скажем так, если вы, будучи ещё молодым человеком, из своего рациона питания исключите все быстрые углеводы, всё сладкое, то вы будете выглядеть моложе лет на 20-30, скажем, в возрасте 70-80 лет. О некоторых таких людях я сделаю обязательно отдельное видео, где вот на практике, что называется, на примере жизни конкретных людей вы это увидите и поймёте. То есть всегда практика – это критерий истины, безусловно. Хотите вы, чтобы я снял видео и дал вот такие конкретные показательные примеры? Тогда напишите в комментариях под этим видео, что да, я хочу, чтобы вы сняли видео, а вот как раз в том, как люди моложе выглядят, сменив рацион питания. Четвёртая причина – это недостаток, то есть дефицит некоторых витаминов, в первую очередь витамины А и Е, а во вторую очередь омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, из которых самые главные – это ЭПК и ДГК. Но вот в чём суть. Эффективность их усвоения, биодоступность напрямую зависит от количества и качества потребления определённых жиров и жирных кислот. Но очень важно здесь подчеркнуть – эти жиры, жирные кислоты, масла, они должны быть термически необработанными. Полностью прояснят ситуацию в данном вопросе, раскроют темы мои два видео. Посмотрите их непременно. Первое – омега-3, 6, 9 жирные кислоты. И второе – нужен ли животный жир для лёгких. Не забудьте, что рекордсмен по витамину Е – это, конечно же, органовое масло. Маленькая справка. Часть берберов в Марокко, которые именно живут в области, где исторически росли и растут ещё пока органовые деревья, они получают масло, и этим маслом с детства, с рождения, прямо вот с молоком матери, в прямом смысле, дают по чайной ложечке, потом уже больше свежеотжатого органового масла. Учёные потом выясняли, в чём же уникальность состава. Он действительно уникален. У меня есть несколько интервью. Кто захочет, найдёт на моём канале с профессором доктором Хусейном. Хусейном, кстати, он знает там пять языков, прекрасно говорит по-русски, является лучшим производителем объективно. С таким перфекционистским подходом к делу, как у меня, он является лучшим производителем самого качественного органового масла. Безусловно, оно дорогое, оно не может быть дешёвое, но это, конечно, кто может себе позволить, это действительно эликсир. Так вот, его дядя, например, 120 лет прожил. Между прочим, ничем исторически не отличались в плане земледелия, потребления пищи, экологии проживания люди из этой группы народа, берберы и других, которые проживали вот в маленькой области произрастания органовых деревьев и в других областях. Но первые жили на 20-30 лет в среднем дольше, чем вторые. Конечно, скорее всего, это связано с потреблением с особыми свойствами этого органового масла. А ведь омега-3 жирные кислоты очень нужны и полезны. Но вот какой их состав, соотношение, об этом вы можете узнать из нашей беседы с доктором Хусейном, если захотите, ссылочка будет под видео. Итак, я рекомендую потреблять органовое масло, у кого есть такая возможность. Нет, не беда, льняное кунжутное масло, то, что потребляли на Руси всегда, конопляное, тоже очень хорошие масла. Но они должны быть холодного, без температурного отжима. Меня, конечно, засыпят вопросами, а где купить эти масла? Хорошие, где сейчас взять? Пишут постоянно. Поэтому я отвечаю вам. У нас на нашем сайте надгар.ру вы можете приобрести именно, например, органовые масла от профессора Хусейна, все остальные масла холодного первого правильного отжима. У нас все эти масла есть, в том числе, конечно же, лучшие в мире кокосовые масла. Ссылочки будут под этим видео. Витамин А. Это, конечно, тоже органовое масло, но это и хлорелла. Кстати, в хлореле, в спирулине тоже есть и витамин А, и витамин Е в довольно-таки приличных количествах. Так вот, этот суперфуд так называемый, это, можно сказать, биодобавку, но, по сути, природный натуральный компонент, это водоросли природные, микроводоросли, потреблять не только можно, но и нужно в наши дни, когда у всех людей тотальный дефицит многих питательных необходимых веществ. Совсем небольшое количество этих добавок позволит обеспечить организм дефицитными веществами. Ну, а из продуктов питания рекордсмены по витамину А являются, конечно же, морковка, тыква. Кстати, петрушка на втором месте стоит, чеснок содержит много витамина А и, кстати, очень мощного антиоксиданта селена. Поэтому чеснок, конечно, полезен. Это лучшее в мире желчегонное средство. Едите масла, жиры, ешьте чеснок, и тогда застой желчи не будет, конечно же, на 100%. Пятый пункт – это дефицит аминокислот, то есть протобелков. Конечно же, кожа состоит в том числе из белков, поэтому для кожи необходимы белки, но вернее, правильно сказать, аминокислоты. Потому что, дорогие друзья, еще раз, любой белок растительный, животный, попадая в желудок, а потом в 12-перстную кишку, он должен разобраться до мономеров вот этих полимерных белковых цепей, то есть до аминокислот. Уже аминокислоты с другими питательными веществами, мономерами, всасываются в кровь и током крови переносятся в каждую клетку нашего организма, где и происходит процесс сборки белка, то есть процесс биосинтеза. Это происходит в органеллах, которые называются рибосомами, и происходит только так. Поэтому говоря, а нужны ли нам вообще белки в пищу, это некорректный вопрос. Нам нужны не белки, а аминокислоты, чтобы наши белки, необходимые нам, каждой клетке, к каждому органу, строились в этих же наших клетках. Только природа, только наш организм, только каждая клетка знает, какие в данный момент ей нужны белки. И то же самое с эпидермисом. Так вот, нам нужны аминокислоты. Но есть люди, которые по многим причинам, по причинам здоровья, понимания глубокого биохимии, по причинам этическим, не едят животные продукты, животные белки. Самый лучший вариант в концентрате, в плане получения аминокислот, причем всех незаменимых, и аргинина, и трептофана в больших количествах, я советую. Самый лучший, с КПД усвоение близким к 100%, без возникновения реакции антигена антитела, это, конечно, конопляный протеин. Это уникальный продукт конопля, и протеин, добываемый из конопли, из семян конопли, это лучший усвояемый белок в мире. У нас есть конопляный протеин, есть у нас, если захотите, и 4 в 1. Но посмотрите по описанию, что туда входит. Кстати, хлорелла и спирулина тоже содержат на сухой остаток до 78% белка. Ну, кстати, вот, например, в той же так называемой говядине, ее так называют, до 23-4%. Это так, для примера. Причем, все незаменимые аминокислоты и в хлорелле и спирулине тоже есть. А усвоение простых белков в виде полипептидных участков белковых молекул, таких как протеин, конопляный, спирулина, хлорелла, идет без образования побочных продуктов, скажем, распада, как при потреблении высокомолекулярных животных белков. То есть, не образуется ни кадаверин, ни патрицин, ни другие трупные яды и гнойные токсины, которые, конечно же, образуются при потреблении животных белков. Шестая причина. На кожу очень негативно влияют молочные продукты, но в первую очередь цельное молоко, сыр и творог, потому что в их составе много молочного белка козеина. А козеин вызывает воспаление. Кстати, среди зрителей моих новых особенно, конечно, будут противники растительного питания, безусловно, найдутся такие вот убежденные мясоеды. И в этой связи я хочу сказать, ну, например, есть такая книга вашего учителя, в этом смысле, генералова про кетопитание, он сторонник мясного кетопитания, то есть потреблением животных белков. Но даже он где-то, наверное, в семи местах вот этой книги пишет следующее. Я вам просто зачитаю маленький кусочек. Как выяснилось, одним из главных провокаторов мигрени, ну, он писал там и про другие факторы, является глютен. Ну, это глютен, это белок в зерновых, который содержится, и глютен относится к белкам лектином. Общая группа белков, которые вызывают воспаление, это лектины. Подробно об этом я рассказывал в своей лекции «Синдром раздраженного дырявого кишечника». Непременно посмотрите, поймете, о чем я говорю. И он совершенно правильно об этом же говорит, о чем я уже говорю годы. Он сам создает повышенный воспалительный фон в организме, является проводником для усиления действия других провоцирующих факторов. Далее. Казеин, вот тот самый молочный белок, также может обладать схожим эффектом. Устранение этих раздражителей уже уменьшает риск головных болей. Ну, тут он о мигрене говорит, но во всех остальных главах, когда речь идет про любые воспалительные процессы, про любые проблемы, он также везде говорит и про глютен, то есть лектины. Он конкретно упоминает эту группу лектинов белков. Он также говорит везде про молочный белок Казеин. Так что здесь и у сторонников, и у противников веганского питания, и веганского кето-питания есть схожие точки, потому что это основы биохимии, это, как сказать, постулаты. Поэтому с этим, пожалуйста, не спорьте ни одни, ни другие, потому как и я говорю об этом, и генералов, говорит об этом и доктор Берг, и все остальные. В этом сходятся все. Это непреложная истина. Вы знаете, сколько сотен, даже тысяч, наверное, писем мне пришло, приходило, под моими видеороликами о молоке, кстати, посмотрите вот это хотя бы, я там перечисляю все абсолютно самые важные факторы вреда молока. Но другое дело, выжатый из молока жир, это сливочное масло, жирные сливки, сметана, с точки зрения биохимии, там вреда практически нет, потому что белки там хоть и есть остаточные, но их очень мало, а в основном это жиры. Если бы они были не сильно окисленными, польза была бы абсолютная на 100%. Итак, сейчас я перейду к седьмому пункту. Но если вы считаете, что уже ту информацию, которую я дал, вот в этой связи, в совокупности, уже эта информация важна и вам нужна, то тогда поддержите меня и мой канал, поставьте лайк обязательно. И, кстати, подпишитесь, кто еще не подписан на мой канал, нажмите рядом на колокольчик, чтобы не пропустить выход моих новых видео. Ну а поскольку в Ютубе есть такие проблемы, что он не всех оповещает, люди об этом пишут, то я советую подписаться на нашем сайте nadgar.ru, вот здесь внизу перейти, там есть такое поле прямоугольное, туда адрес свой e-mail вводите, рядом нажимаете на кнопку подписаться, тогда вы будете получать от нас точно все уведомления о выходе новых каких-то товаров, продуктов, технологий интересных, описаний и так далее. Ну а седьмой пункт – это сера. Это очень важный элемент для кожи. Дефицит ее приводит к образованию как раз складок, особенно когда люди вот худеют, там снижают массу, но у них висят складки, кожа не подтягивается, это всегда, как правило, дефицит серы. Конечно, органическую серу можно получать в виде биодобавок, но я рекомендую другой способ, простой, который, кстати, закрывает и кучу других проблем, это квашеная капуста, дорогие друзья. Только чтобы эта квашеная капуста была без сахара при квашении. Недавно у меня вышло видео на эту тему про квашеную капусту. Это уникальное видео, которое должен посмотреть каждый человек, потому что это просто, дешево, доступно, но при этом это может быть безумно полезным продуктом, если учесть и не допустить те ошибки, о которых я там тоже говорю. А также в том видео я раскрываю те аспекты пользы, о которых вы даже представить не могли, уверяю вас. То есть посмотрите непременно, кто еще не смотрел. Итак, в капусте содержится много серы. Даже кур подкармливают капустой, когда у них перо выпадает, они его аж склевывают. Это говорит о том, что у них, у кур, дефицит серы. Если подкармливать капустой, моментально прекращается выдергивание, выклевывание порой перей, и даже перья лежат, они их не склевывают. С пола это говорит о достаточном количестве необходимой серы в организме. Поэтому сера нужна всем животным, и в том числе для кожи нашей с вами тоже необходимо. Учтите этот очень важный фактор. Чтобы получить достаточное количество серы, необходимо съесть в день всего 100-150 грамм квашеной капусты. Я, конечно же, не буду выделять в отдельные пункты, потому что это для разумного человека само собой разумеющееся, что для кожи безумно вредны курение, алкоголь и, конечно же, кофе. Я категорически не рекомендую вам это потреблять. Очень полезен для кожи и для волос кератин. Есть фирма Диволайф, которая производит именно не просто органические, натуральные, а из растительных, ценных, редких ингредиентов, где действительно можно добыть и, соответственно, сконцентрировать в жидком виде, биодоступном, многие важные вещества питательные, вот в том числе кератин, который провоцирует рост нормальных клеток, эпидермиса, делает кожу эластичной, бархатной. Это, конечно, кератин, вот эта синяя бутылочка. На нашем сайте это есть, потому что я являюсь представителем данной польской компании, где сам, кстати, директор, профессор, доктор наук и, безусловно, веган. И вот он выпускает продукты, в том числе этические. Не только высококачественные, не имеющие аналога в мире. Например, жидкий, концентрированный, органический витамин С получен впервые в мире, вот данной компанией. Продуктов этой компании очень мало, но они все уникальны. Поэтому это, конечно, необязательно. Но если вы ведете кератин в рацион питания свой, тем более изменив питание в принципе, убрав углеводы быстрые, сахара абсолютно, увеличив количество необходимых жиров, жирных кислот, добавив в рацион кокосовое масло и вот этот кератин, то положительные изменения с кожей будут быстрее и ярче. Есть у меня еще такая идея, мысль сделать видео о кариесе. Я уже выпускал видео о зубах. Кстати, я рекомендую его посмотреть. Большинство из вас, я уверен, его не смотрело. Но я вижу, как недопонимают эту тему люди. Не понимают причины. Ну, вроде бы что-то знают. Да, нельзя, сладкое вроде, зубы надо чистить и так далее. Нет, понимаете, акцентов. Нету людей от полного понимания, причем такого, чтобы человек себе сказал, все, хватит, действительно. Я не хочу мучиться с зубами, я не хочу быть у врачей, я хочу, чтобы до самой старости и смерти мне не сверлили, не дырявили зубы, чтобы у меня не было, как в тех рекламах, где уже стоит там 30-40 лет, женщина, а у нее уже протезы, это считается нормальным, это ужас, что сейчас творится. Так вот, если вы хотите, чтобы я это кратко и четко вам объяснил так, чтобы вы себе, скорее всего, сказали, все, с этого момента я вот это, это, это меняю, это действительно не так сложно, это войдет быстро в привычку, это действительно, я понимаю теперь, почему и как изменит состояние качества зубов и уж, по крайней мере, новых дырок не будет образовываться. Вот хотите этого? Тогда давайте так, у вас это займет несколько секунд, но для меня вот эта обратная связь важна, не без различия, и что я не бьюсь головой об стену и просто не теряю впустую свое время. Поэтому напишите под этим видео. Да, я хочу, чтобы вы сделали видео о кариесе. А можете написать, что по кариесу, да, я смотрел видео о зубах, но у меня вот такие-то вопросы остались. И тогда я как раз отвечу, чтобы уже вообще навсегда закрыть эту тему по зубам и больше никогда не возвращаться к этому. И вы не в десятки видео когда-то тыкались, чтобы вам что-то это изучить, а только лишь всего вот в эти два, которые у меня уже вышло, и новое, которое я сниму для вас. И если наберется хотя бы две тысячи писем, что да, надо сделать это, хочу, чтобы вы это сделали, тогда я это видео сниму, займусь этим. Ну а сейчас я вам расскажу о рубцах, о складках, которые возникают после беременности или когда люди толстые начинают худеть, и у них вот это все остается. Как убрать эти деформации, как не допустить их. Но вначале я хочу напомнить моим старым зрителям и посоветовать, предложить новым следующее. Скоро будут праздники. Возможно, у кого-то дни рождения, юбилеи, свои какие-то праздники. И пусть это будет маленькой рекламой, так почему бы не заказать себе, своим близким, друзьям, коллегам, знакомым, родственникам качественные товары, продукты, приборы, которые вы можете приобрести на нашем сайте, сделать тем самым хорошо и себе, и своим друзьям, знакомым, и нам для развития моих проектов. И ведь понимаете, в чем тут дело? Вот каждый из нас постоянно кому-то что-то дарит, покупает, и, как правило, это какие-то безделушки, как правило, которые, в принципе, человеку не нужны, но для галочки, потому что праздник, юбилей или там Новый год, мы должны вроде как подарить что-то. И порой это что-то и не нужно человеку. А эти продукты, качественные товары, приборы, тот же персональный генератор водорода и свободных электронов, Аквапен, эти товары улучшат, продлят качество жизни человека. Это то, о чем человек будет вспоминать и благодарить вас. Порой люди ищут, ума не приложу, мол, что же купить ему, ей, там, жене, мужу и так далее. Я полагаю, что каждый найдет на нашем сайте то, что он сможет подарить другому человеку, и сам даритель будет знать, что это не пустяк, не безделушка, а нужная, полезная вещь. И сам человек, то есть одаряемый, будет этому рад и помнить о заботе своего товарища, друга, родственника, что ему было не все равно, что он ему подарит не для галочки. Да, я напоминаю, что у нас есть второй очень интересный канал «Жизнь на земле». Недавно на нем вышло одно очень интересное душевное видео про одного нашего сотрудника, который переехал из города в деревню и стал счастливее, потому что стал свободнее. И у него появилось творчество. Я очень рекомендую вам это очень маленькое, коротенькое видео посмотреть. Ссылочка будет вот под этим видео тоже. Итак, рубцы и атрофии на бедрах и животе считали всегда с последствиями механических повреждений при утолщении и снижении жировой ткани. То есть при растягивании и стягивании кожи после беременности либо похудения. Но это вовсе не так. Эти механические повреждения, как бы, они всего лишь проявления тех процессов, которые как раз являются причинами таких проявлений на коже. Эти проблемы являются следствиями, например, нарушения гормонального фона в половых гормонах и надпочечниках. А эти проблемы с гормонами связаны с дефицитом жиров и витаминов. Если беременная женщина, скажем, не будет потреблять углеводы, быстрые сахара, ничего сладкого, будет получать достаточное количество жиров и естественно разнообразной пищи, содержащей многие витамины, то есть различные овощи, зелень, то тогда беременность будет проходить без проблем. И роды будут безболезненными. То же самое и с кожей. Чири, угри, прыщи пройдут сами с собой, если вы перестанете потреблять сладкое. То есть в 90% случаев будет достаточно и только этого. Конечно, есть другие причины. И на это и есть эти 10%. Я советую всем проходить антипаразитарную программу хотя бы два раза в год. Наличие тех или иных паразитов в организме, конечно, сказывается и на коже, безусловно. Человек перестал есть сладкое, у него улучшилась кожа, он начал есть опять сладкое, и у него опять пошли те проблемы, которые были раньше. Это можно проверить и на практике. Это так и есть. Но проблемы с кожей это показатель того, что вот эти воспалительные процессы у вас идут не только в эпидермисе, но и в кишечнике. Потому что если воспалительные процессы начинаются в кишечнике, он становится как бы дырявый, перфорированный. Вот как раз тогда и проходят в кровь, поступают и болезнетворные различные микроорганизмы, потому что защитные силы уходят, теряются. И высокомолекулярные, непереваренные в полном объеме животные, в том числе белки, которые прошли бы, но в меньшем количестве и вызвали бы меньшие проблемы, нежели тогда, когда у человека есть синдром дырявого, перфорированного кишечника. Помните выражение «Не ешь ты эти сладости, конфеты, а то слипнется». А помните стул, какой бывает липкий там и так далее, после потребления сладкого? О чем это говорит? О том, что организм всякими путями пытаются убрать это из организма, то есть то, что является провокатором воспалительных процессов. В завершении хочу подчеркнуть, что все проблемы с кожей связаны с различными воспалительными процессами, которые возникают по причине. Первое – потребление сладкого. Второе – по причине потребления молочного белка, казеина однозначно. Но речь не идет про жирные молочные продукты, где практически одни жиры. Это не опасно. Развитию акна прыщей способствуют, конечно, лектины, специфические белки, которые тоже вызывают воспаление. Кстати, а вот какая связь сладкого с инсулином и с эпидермисом и прыщами, собственно говоря, а также со складками, старением там и так далее? А самое простое – вы едите быстрые углеводы. В ответ вырабатывается большое количество инсулина, больше, чем нужно. Инсулин проводит глюкозу в клетку, но его количество в крови остается довольно-таки высоким. Постепенно возникает инсулинорезистентность и так далее, об этом я сейчас говорить не буду, но в контексте нашего разговора инсулин ускоряет рост клеток эпидермиса. А результатом быстрого роста клеток эпидермиса является закупоривание пор, через которые должны выходить продукты метаболизма. К тому же ускоряется продукция кожного сала. А при закупорке сальных желез возникают воспаления. То есть, дорогие друзья, не от жирной пищи, а от углеводистой пищи возникают проблемы с кожей, связанные, по крайней мере, с акне, прыщами, всякими угрями и так далее. Но, тем не менее, посмотрите, если захотите, вот это мое видео как раз про угри, акне, прыщей. Там есть много дополнительной ценной информации, сейчас же я сказал кратко. Помните, что при проблемах с кишечником, при синдроме раздраженного кишечника, при интоксикациях, при потреблении вот этих самых продуктов, которые приводят к воспалению, многие токсины не выводятся в полной мере почками, через кишечник, а выходят через кожу. И поэтому, вот когда плечи, спина в прыщах, это как раз говорит о том, что у вас идут воспалительные процессы в кишечнике, о том, что у вас не работает в должной мере наша родная симбиотическая кишечная микрофлора, что эти проблемы нужно решать. Ведь это интоксикация не только кожи, а всего организма. А это происходит от сахара, от лектина и от повышенного количества животных белков, в первую очередь однозначно от молочного белка казеина. Помните и знайте, повышенное количество инсулина в крови, которое вырабатывается вследствие потребления сладкого, губит кожу, он ее старит. А также последний очень важный момент. Вы понимаете, в чем дело? У любой клетки нашего организма есть предел количества делений. Но если обменные процессы ускоряются, и клетки делятся от каких-то повреждений быстрее, чем нужно, чем отведено природой, то потенциал жизни этих клеток, этих групп тканей уменьшается. То же самое с кожей. И поэтому я считаю, конечно, что потенциал данный нам от природы губить вот просто так бессмысленно за счет каких-то наслаждений временных, конечно, глупо. Тем более, что вкусовые пристрастия, привычки меняются. А сахар – это огромная зависимость наркотическая. Поэтому убрать эти три группы продуктов несложно. Абсолютно. Будет и больше энергии и сил. Одни плюсы и позитивные моменты на самом деле будут, лишь бы не было дефицита питательных веществ. Ну, а тут ничего сложного на самом деле нет. Смотрите мои лекции. В них есть ответы на все эти вопросы. И как раз каждая моя лекция с предыдущей, с предыдущими связана вот этими причинно-следственными связями, логическими цепочками, выводами, умозаключениями. Многие неленивые люди, которые действительно ценят важную информацию, открыли для себя просто целый мир. Они поняли, как по идее в идеале надо жить, к чему стремиться, чтобы не терять свой ресурс организма, потенциал, что называется, вхолостую, просто так. Не растрачивать данные годы для созидательного труда, саморазвития и так далее, на всякое второстепенное, ненужное, вредное, никчемное. Ну, а на этом, пожалуй, сегодня все. Я желаю всем честным, хорошим, порядочным людям, крепкого здоровья, всем людям вообще здравомыслия и разума. Увидимся в новых видео. Обязательно пишите свои отзывы в комментариях, ставьте лайки, поддержите мой канал. Ну и на второй канал загляните «Жизнь на земле». Всего хорошего, до свидания, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok